Родос – это портовый город, в котором сохранились древние крепостные стены и иные виды достопримечательностей. Сегодня для туристов особую ценность представляет историческая подоплека, красота местности. В этих солнечных краях царит спокойствие, безмятежность. В греческом городе 300 дней согревает солнце, море теплое и чистое. Родос – это место с ожившей древней историей. В пяти веке ДНЭ, на берегу Средиземного моря однажды появился городок Родос. Целых двух века в нем жили рыцари иониты из ордена святого Иоанна Иерусалимского. Это отложило свой отпечаток на всю архитектуру портового городка. До сих пор туристы восхищаются зданиями, сохранившимися с 15-16 веков. Во время прогулок стоит посетить древнюю цитадель. Это настоящая крепость, которая возвышается на берегу Игейского моря с 14 века. Главной задачей строения было укрепление города Родоса. Для этого рыцари возвели вдоль северного побережья острова Родос 4-х километровую стену. На тот момент это сооружение считалось самым массивным и масштабным в средневековой Европе. Во время экскурсии гид обращает внимание на следы осады, сохранившиеся на каменных стенах. В таких местах кирпич сильно поврежден, осыпался, обвалился. Между двойными стенами располагается «тропа смерти». Поездка в Грецию интересна и относится к запоминающимся. Побывав в Акрополе в Линдосе, туристы окунаются в мир античных построек 14 века ДНЭ. Это место – символ мощи, богатства. Экскурсии в Акрополь потрясающие и подходят для тех, кто интересуется античностью и средневековой архитектурой. На остров Просониси, который известен, как «Поцелуй двух морей», туристы съезжаются толпами. Место сказочное, прекрасное и удивительное. Привлекательность этого края достигается за счет двух морей – Игейского и Средиземного. В осенний сезон узкий перешейк полностью затопляется водами морей. Любителям активного отдыха предлагается серфинг и кайтер. В течение года на Родос приезжают тысячи экстремалов, любители архитектуры и истории. Долина Бабочек, Родос – это удивительное по красоте место. Здесь чистейшие пляжи, всегда солнечная погода, сотни доказательств ушедших эпох, заповедные уголки природы. Но не передать словами всю уникальность долины Петалудес. Столь экзотическое название в переводе с греческого языка означает лишь одно – Долина Бабочек. Между скалами, по которым журчит прозрачная вода ручьев, между мощными потоками горных речушек проходит пеший путь туристов. В Долине Бабочек на Родосе предлагаются два пути – короткая дорога, занимающая 400 метров, длинная туристическая тропа, по протяженности составляющая 900 метров. Не спеша, гости Родоса совершают пешую прогулку по лесным тропам и долине. Туристов ожидает посещение музея естественной истории. В рамках экскурсии гид поведает о бабочках, их экосистеме. Информация полезна для школьников и взрослых. Полезная информация – в ущелье царит влажный климат. Благодаря этому в летний сезон молодым гусеницам в столь удивительном месте легче превращаться в бабочек. Тихий шум рек переходит в рокот водопадов. Они невысокие, но мощные в своем стремлении. Кое-где встречаются мелкие озерца, заросшие вдоль береговой линии кустарником и деревьями. Для удобства туристов оборудованы деревянные мостки. Они тянутся вдоль русла ручья, органично вписываясь в обстановку. Многочисленные озера и речки даже в жару дарят туристам влажность и прохладу. К тому же воздух насыщен ароматами ванили. Этот легкий, ненавязчивый запах исходит от деревьев рода стераксов. Они выделяют смолу, которая обладает пахучей ноткой ароматов. На границе с заповедной зоной появляются первые легкие и нежные запахи стераксов. Именно тот аромат привлекает бабочек из семейства медведиц. Родос-карта, остров Родос и долину бабочек не единожды стремились озеленить. Однако жаркий климат и рельеф гор не дают больших возможностей. Но это создает особый микроклимат региона Петалудес, позволяя гусеницам превращаться в мотыльков. Обратите внимание, долину бабочек можно посетить самостоятельно. Парк открыт постоянно с 9 часов утра и до 16. Определиться с дорогой поможет карта Родоса на русском языке. Стоит помнить, что бабочки – это существа таинственные, легкие и ночные. При дневном свете они отдыхают. Следовательно, во время прогулки просят туристов соблюдать тишину и отказаться от фотосессий со вспышкой. Музей бабочек в Санкт-Петербурге добраться до удивительного места в Греции вполне по силам любому туристу. В подготовительный этап стоит включить купальный костюм, покупку карты. Ведь в самой долине бабочек разбит пляж в лагуне Средиземного моря. Достопримечательность находится вблизи города Фетхие, возле поселка Алюденис. Сегодня предлагаются несколько способов для туристов попасть в долину бабочек. Рейсовый корабль дважды в сутки отправляется с пляжа Алюденис. Час отплытия, 11 часов, 14 часов. В том случае туристам не потребуются координаты на карте, чтобы добраться до цели путешествия. При покупке билета гид рассказывает о возможности посещения пляжной зоны, 300 метров вдоль водоема, долины бабочек. Как ехать из Родоса в прекрасную долину? В Петалудес отправляются автобусы с бело-голубой окраской. Отправление происходит с центрального автовокзала. Сориентироваться туристам в схеме маршрута не требуется. Услышав окрики «Петалудес Баттерфляй», нужно отправляться на зов. Такси, как вариант поездки к бабочкам, удовольствие из дорогих. Сумма значительно завышена. В самостоятельную поездку на арендованном автомобиле российским туристам рекомендуется отравляться с наличием русской карты. Первоначально выбирается западное направление по главной дороге. На одной из развилок будет поворот налево. Он ведет к холмам и Петалудесу. Трасса хорошая, извилистая. Завершается автопутешествие у парковочных мест. Для туристов, предпочитающих экскурсионные программы, не стоит забивать голову вопросами, как доехать до долины. Гид расскажет о режиме парка в сезон, правилах посещения его. Предупредят, что в поездку по ущелью стоит захватить купальник. Также туристы посещают с экскурсионной группой 6 островов и 12 островов. Выбрать тур довольно легко, обратиться в агентство. Стоимость экскурсии будет зависеть от места поездки, ее длительности. Родос, остров, те туристы, которые уже побывали в долине и зарядились хорошим настроением, предлагают воспользоваться советами. Это, не стоит ожидать скопления бабочек в массовом количестве. В связи с тем, что экскурсионные группы разрешаются в дневное время, а мотыльки – это ночные создания, нужно обращаться внимание на деревья, скалы. На открытом пространстве видно, как поверхности усыпаны черно-белыми цветочками. Удивительно, но это и есть легендарные бабочки-баттерфляй. Увидеть превращение в мотыльков можно с конца мая. Именно в тот период гусеницы начинают свое волшебство превращения в красочных бабочек. Для тех туристов Родоса, кто решился задержаться в долине бабочек, предлагаются услуги отелей, кемпинги. Стоит заметить, что арендовать палатку с требующейся амуницией легко. Но разрешается останавливаться на отдых и со своим походным имуществом. Туристический сезон такой достопримечательности на Родосе, как долина, начинается с апреля. Поэтому в пешей прогулке встречаются компании хиппи, туристов. С ноября поток гостей снижается. В сезон можно заметить группки людей, практикующих йогу, музыкотерапию. Решившись на поездку с экскурсией или самостоятельно, следует заранее подзарядить смартфоны, планшеты, фотоаппараты. В долине отсутствует электричество. Прогулка в тишине под пологом зелень утомляет. Для таких ситуаций предлагаются обеденные зоны. Под виноградными лозами проводятся семейные трапезы. В меню только свежие, домашние продукты. Завтрак же значительно отличается. Туристам предлагается попробовать средиземноморские деликатесы, оливки и белый сыр, огурцы, помидоры. Обед включает в себя преимущественно вегетарианские блюда. Поездка автобусная от Родоса изнуряет туристов. Палящее солнце утомляет. Поэтому на песчаном пляже, в скалах, имеется барон. С этого места предлагается насладиться закатом, заказать холодное пиво. Любителям рыбных блюд стоит посетить ресторанчик с противоположной стороны. Экстремальные виды отдыха – это бич-моды. Дайвинг, скалолазание, местные развлечения туристов. Не каждый гость долины отважится взобраться к вершине водопада для парочки запоминающихся фото или же покорить пики отвесных скал. Обратите внимание. Туристы, стремящиеся насладиться покоем, смело пропускают предложенные варианты активного отдыха. Многие гости остаются в этих сказочных местах с влажным климатом на неделе в надежде увидеть стайку бабочек, порхающих над землею. Если цель поездки народа – тихий отдых, без сутолоки и городских шумов, то путешествие в долину бабочек станет лучшим решением. Продолжение следует...